Здравствуйте! Нам нужно составить модель в зависимости тормозного пути от скорости поезда и решить задачу Если поезд движется скоростью 60 км в час сможет ли он остановиться если увидит препятствия на расстоянии 200 метров Для составления модели мы используем вот такую вот формулу Моделировать будем в программе Excel Вот у меня есть уже готовая модель Давайте по ней проверим Значит по условию задачи у нас скорость 60 км в час расстояние 200 метров Сухая погода Вот эта табличка у меня отвечает за сухую погоду В равняется 1,18 Итак Вот строчка для скорости 60 км в час Это у нас 17 метров в секунду на следующей колонке И путь тормозной составляет 176 метров А препятствия на расстоянии 200 метров То есть поезд успеет затормозить и машинист, имея такую табличку может принять решение, что нужно начать торможение, что есть шанс предотвратить аварию Как мы составляем подобную табличку? Как мы моделируем в Excel Итак, у нас есть формула Есть параметры Время там T1, T2 и коэффициент Нам нужно их всех убить в Excel Открываем пустой лист Excel И давайте мы начнем выбивать T1 равен 1 секунде T2 равен 2 секунду Затем G Коэффициент в пусковине 9,8 Так, что у нас там еще было? Коэффициент в 1,6 Так Вм2,18 Вм2,8 Плюс сухой погоды И начинаем моделировать Скорость Введем сначала км в час Потом будем переводить км в час Затем сразу будем ее переводить в метр в секунду И вычислять путь Тоже так, путь в метр В первую строку вбиваем скорость 10 км в час В следующую будем уже использовать формулу Пишем равно Кликаем на предыдущую ячейку, на цифру 10 Нажимаем плюс Нажимаем 5 Нажимаем Enter Вот видите, у нас автоматически посчиталось Чтобы каждый раз формулу не впивать, мы можем ее просто протащить Дальше вниз Кликаем на цифру 15 Подводим мышку в правый нижний угол, где у нас черный квадрат Наш курсор превращается в черный плюсик И тащим вниз Видите, в каждой ячейке у нас сидит значение формулы Она берет значение предыдущей ячейки и добавляет к ней пятерку Так, теперь переводим в метр в секунду Снова формулу пишем Равно 10 километров в час Мы умножим на Как я это сделал, давайте медленно Кликнули на ячейку Пишем равно Кликаем на цифру 10 Умножить 1000 Делить на 3600 Потому что в одном километре 1000 метров И в одном часе 3600 секунд Нажимаем Enter, получаем 3 метра в секунду Протаскиваем точно так же вниз Кликаем на ячейку с цифрой 3 И тащим вниз Схватив за правый нижний Тут, кстати, дробные значения будут Почему у меня нету знаков после запятой Посмотрите, что я сделал заранее Я просто взял вот эту область Правую кнопку щелкнул Формат ячеек Выбрал числовой формат И число десятичных знаков Не 2 Там стоит полмолчания 2 А поставил 0 Ок Вот Поэтому здесь не 2,77 А 3 Как мы вычисляем путь? Путь мы вычисляем по вот этой формуле Которую видим на нашем сайте Давайте это сделаем Кликаем на ячейку Знак равно Открываем скобки Т1 Просто кликаем на значение На единичку Плюс Кликаем на двойку Закрываем скобки И умножить на скорость 3 метра в секунду На 3 кликаем Затем плюс Скобки открыли Подглядим К умножить на 2 квадрата Кликаем на значение К 1,6 Умножить на скорость Умножить на скорость Мы сделали это прямобранно в квадрат Скобки закрыли Делить Снова скобки открыли Подглядываем что у нас 2 умножить на G умножить на V 2 умножить на G Скорее на свободное падение Кликаем на 9,8 Умножаем на значение V На целых 8 сотых Скобки закрываем Получаем 12 12 метров тормозной путь Для скорости 10 км в час Сверяюсь Все видно Теперь чтобы вот эту формулу протащить Нам нужно кое-какую манипуляцию будет сделать Когда мы будем протаскивать вниз У нас скорость будет браться соответствующая То есть для каждой новой строки Для второй строки у нас будет браться скорость уже 15 Но чтобы не сдвинулись вот эти вот значения Которые у нас как константы Нам нужно поставить знак доллара Перед каждым величиной Которая не меняется Это можно сделать быстро нажав на клавишу F4 Итак что делаем Кликаем на ячейку с цифрой 12 Вот с нашей формулой Вот в этой строке Видим нашу формулу И давайте начинаем Для всех значений которые константы Ставить значки доллара Сейчас увидите как это получится Я кликнул просто перед C4 И нажал на клавиатуре Клавишу F4 Видите появились значки доллара У кого ноутбук Там это не сработает Может не сработать Там зажимаете клавишу function И нажимаете F4 Так идем дальше Для C5 тоже Нажимаем F4 Так дальше у нас скорость Она у нас изменяется Это не константы Не нажимаем ничего Затем Для ячейки C7 Тоже нажимаем Так C12 C12 Эту скорость Не меняем C6 Тоже нажимаем C9 Тоже нажимаем Видите везде появились значки доллара Кроме C12 Которая у меня Изменяемая величина Эту скорость Нажимаю enter Получилось 12 Да ничего не поменялось Теперь протаскиваю Вниз За правый нижний конец Смотрю Все верно Сделали И например Вот и снова решаем Нашу задачу Для скорости 60 км В час Тормозной путь 176 метров Препятствие на расстоянии 200 метров Если будет замечено Мы успеем остановиться Теперь Как нам Для Следующих Погодных условий Решить задачу Это у нас Например Влажная рельс Например идет дождь Коэффициент B 0,12 Как мы это делаем Я просто скопирую Эту область Выделил Нажимаю Ctrl C На клавиатуре Либо правой кнопкой мыши Копирую Рядышком Кликаю на свободную ячейку Нажимаю Ctrl V Либо правой кнопкой мыши Вставить Теперь Коэффициент B Меняю На 0,12 0,12 Ничего не поменялось Чтобы поменялось Нам нужна формула Два раза кликаем На цифру 12 Теперь Вот этот вот Последний коэффициент C9 Вот он Мы должны поменять Как я это сделаю Я вот просто Видите Подсветилась у меня Оранжевым цветом Эта ячейка Я ее просто За правый конец Перетащу сюда Потом за белый конец Перетащу Вот У меня стало H9 Видите H9 Нажимаю Enter Я должен все Пересчитать Протаскиваю Вниз Давайте проверим На скорости 60 км в час Если погода влажная И идет дождь Тормозной путь Составит 239 метров То есть Препятствие Замеченное На расстоянии 200 метров Будет сбито То есть Диспетчер Может даже Не тормозить Может Машинист Он может просто Сообщить диспетчеру Что Он сейчас Собьет препятствия Потому что Смысла тормозить нет Вот Такие таблички Мы сделали Что еще можно сделать Еще можно построить График Так У меня Сейчас Excel похоже Не улазит В область Видимости полностью Вот так я подвину Вот Как мы будем Строить график Смотрите Выделяем Значит Вот эти вот Две ячейки Где скорость метров В секунду И путь Выделил Нажал Ctrl Клавишу Выделил Еще вот эту ячейку Вот этот столбец Для других погодных условий Вот У меня выделено Три столбца Теперь Вставка График Нет Не график Точечная Вставка Точечная И вот такую Диаграмму Номера Точечная С гладкими кривыми И маркерами Вот посмотрите У меня получился График В зависимости Тормозного пути От скорости Для разных погодных условий Синий ряд Это у меня получается Сухая погода Красный ряд Мокрая погода То есть В мокрую погоду Для скорости Для одной скорости Тормозной путь Будет больше Ваша задача Дома Сделайте Вот такую табличку И такой график Только Добавьте еще Для других Давайте пока График удалю У меня не влазит Для других Погодных условий Вот так просто Копируете Вставляете Тут 0,09 Вот здесь меняем Вот это наша H9 У нас будет уже L9 Можете прямо здесь поменять H На английскую L Все Протаскиваем Схватив за правый конец Я показал Как сделать домашнее задание Как построить график Выделяем Вот здесь Два столбца То есть Скорость И Путь Затем Зажимаем Ctrl Вот этот путь И не отпуская Ctrl Вот этот путь Четыре столбца Выделены Ставка Точечная Вот этот график Выделяем Вот видите У меня уже Три диаграммы Зелененькая Это для Совсем мокрой И грязной погоды Тормозной путь Там еще больше На этом все Когда сделаете Сделайте Домашнее задание Сделайте скриншот Чтобы было видно И табличку И график И добавляйте В комментарии К этому посту До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok